Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск. Правда, на момент записи начала я даже не знаю, что нас ждет. Поэтому смотрите до конца, пишите комментарии, ставьте лайки, поддерживайте выпуск обязательно. Это помогает нам в целом в развитии. Утро началось из кофе, с похода в магазин. Я здесь на карте увидел, что есть магазинчик. Пошел туда и удивился, что в магазине здесь все не в лирах, а в евро и в долларах. Значит, мы находимся в очень туристическом месте. На самом деле, вчера вечером раздавалась подковсюду музыка. Видимо, вот тут вот какие-то отели. И была музыка этих детских программ. Помню, когда мы в пятизвездочном отеле отдыхали в Турции, эти постоянные одни и те же для детей музоны играли. Думал купить яйца, а в итоге нет. Ничего там нет у них в этом магазине, кроме молока и шоколада. Молоко у нас и так есть. Хлеб у нас есть, сыр есть. Сейчас, наверное, что-нибудь придумаем и поедем дальше. Так, у меня все-таки получилось. Наролить куриное яйцо. Тавуки. Тавуки яишко. Надо было просто идти не налево, а направо. И прямо здесь так рядом был, оказывается, магазин. Здесь часто ходим в продуктовый магазин и понимаем, что как раньше мы уже не можем сэкономить. Пока были в России, получали увеличенный кэшбэк 5% в магазинах Пятерочка и Перекресток. А все благодаря подписке Пакет. Всеми своими способами экономии мы всегда делимся с нашими родителями. Поэтому каждый их поход в магазин теперь становится еще более выгоднее. Про подписку Пакет я рассказал брату. Он сходил в магазин, купил огромное количество продуктов. Вот смотрите, потратив 2648 рублей, на карту Перекресток вернулось 1324 балла. Это в 10 раз больше, чем при предъявлении обычной карты лояльности. Потому что базовый кэшбэк в Перекрестке Пятерочки 0,5%. А подписка Пакет увеличивает его аж до 5%. Кроме того, с подпиской Пакет на некоторые товары, например, покупая выпечку, вы получаете уже не 5%, а целых 20%. А еще доступны бесплатные доставки. Со всеми преимуществами можно ознакомиться на сайте, а также найти предложение от партнеров. Например, подписка Пакет дает скидку 30% на курсы в школе Фоксфорд, где учится наш Темка. Оформите подписку Пакет для выгодных покупок всего лишь за 1 рубль по моему промокоду на чемоданах. И наслаждайтесь покупками. Заехали вчера вечером вот в такую парковочку. Ну, как парковка, это, конечно, сложно назвать, но в целом здесь переезжают вот такие микроавтобусы, видимо, ждут клиентов, заказов. Шел дождь. Посмотрите предыдущий видеоролик. Мы сначала встали вот тут вот на бетоне, потом немножко осмотрелись, и я понял, что вот под вот этой сосной было бы встать очень даже идеально. Ну и, собственно, переставили мы машину. И спали вот здесь вот, вот с таким прекрасным видом на море. Красота. Сейчас порадую своих. Заехали на мойку, надо помыть машину, потому что много где уже были, грязь, конечно, налипла солидная. Так, теперь надо заехать на заправку. Здесь вот есть шелл. Сразу заедем, зальем здесь. Топливо, конечно, дорогое. 27. 27.47 будет стоить нам. В конце процесс прикольный, не нужно ходить в кассы. Просто подходит заправщик, даешь ему деньги, он вводит сумму, размагничивает и заправляет. На 700 лир заливаем. 27.47 он стоит. Много. Я же только что помыл машину. Ай-яй. Так, на 380 километров хватит. Мы сейчас находимся в районе Афсалар. Тоже здесь очень много людей из СНГ, так же, как в Махмутларе. Вот, хотим здесь заехать в одно место, вот в этот вот сосновый лес. Там вроде очень много людей, которые стоят на машинах с палаточками. Это называется дикий кемпинг. Ну, посмотрим сейчас, точно не могу сказать. В этом месте мы решили не останавливаться, нашли другой кемпинг, потому что здесь столько машин сюда заезжает. И, собственно, по отзывам, именно так, что народу здесь тьма. Друг на друга на головах стоят, поэтому не хочу даже на сутки останавливаться в таком месте, поэтому поедем дальше. Вроде нашли один кемпинг. Бананы здесь продаются в огромном количестве, прям с полей. Смотрите, уже желтенькие. Мы заехали в кемпинг. Сейчас чуть подробнее расскажу. Сейчас я дал паспорт, деньги. Иду быстро оформляться. Вот, а потом обзор. Мирошка спит. Детки пока играют в планшет. Мы припарковались. Настенка первым делом пошла в душ, потому что это сегодня была главная цель нашего переезда, найти горячий душ и стиральную машину. Я первым делом запитался. У нас будет такой стол, электричество, спуск к морю. Здесь наша кухня для кемпинга. Холодильники тоже есть для кемпинга. И вот он пляж. Красота. С нами стоят еще ребята европейцы из Дании. Отель небольшой. И как бы получается на его территории ребята организовали кемпинг. Но по сути в кемпинге есть все. Стоимость 300 лир, плюс прачка 1,50 лир. Ну что? Заново родила. Заново родила. Я, кажется, сначала не поняла, не горячий, как всегда, но потом нашла. И прям вообще хороший душ, горячая, все чистенько. Да, он как бы не современный, но для кемпинга очень хороший. Прикольно. Повсюду растут оливки. Смотрите, какая красота. Это я пошел в магазин, надо купить еду, приготовить обед, желательно наш любимый суп. Мы, получается, остановились в Кизелоте. И здесь на самом деле нету ничего. Такие перехватывающие магазины, где наценка в 2-3 раза дороже, чем в обычных. А если ехать в какой-нибудь Мигрос, это нужно 15 км в одну сторону, 15 в другую. Поэтому, ладно, я думаю, лучше переплатить здесь, чем гонять машину. Плюс топливо, сами уже поняли, очень здесь дорогое. Здесь есть вещевой базар. Вот за вот этими вот постройками все в евро и в долларах. Ну, то есть, это такие туристические места, где все, отели, отели, туристы, туристы. Я думаю, что здесь денек постоим и поедем. Сейчас важная задача постирать все, высушиться, помыться, побриться, поработать немножко и завтра в путь. Будем готовить суп. Значит, смотри, что я купил там. Один с яиц, три хлеба, бананы, половину уже съели, пока я тут это заливал воду. Два огромных граната, курица, куриная грудка и голень килограмм почти. Так, картошка, яблоки, взял пачку макарон, два огурца, молоко и еще одна морковка. Вот это все вышло на 270 лир. Учитывая, что накрутка здесь в любом случае есть, я считаю, что все равно вышла недорого. Так, суп готов. Я просто это... Вкусный тишин. Будем обедать вот на такой нашей террасе. Здесь можно еще снизу сесть, но идти не охота. Рай, красота. Пока сижу, работаю, мы пошли к соседям кормить ихнего щенка. И Мирошкой кормит. Мирошке явно это нравится. Он тоже кормит, хачапури. Сыночка. Мирошечка кормит. Сынка, дай посмотри. Думаю, вкусно, да? У меня кормят так само. Тесика зовут хачапури. Хозяйка делится вкусняшками, а не подкажет. Пододвинь ему, пододвинь, Мирошку. Ой, ты какой маленький. Ну дай ему, дай. На, скажи, кушай. Вот, молодец, молодец. Такой здесь душ. Вот как раз помылись. Красота. Горячая вода есть. Пойдемте. Помылись, привели себя в порядок. Заодно подстриг Темку. Белишка у нас стирается. Сейчас здесь тоже уже сушилку достал. Сейчас постирается и будем развешивать. Оплатили две стирки. 50 лир. И еще здесь выявился такой огромнейший минус на самом деле этого кемпинга. Нет интернета. Сказали, что есть. По итогу нету. Это, конечно, очень грустно, потому что я думал, я сяду много поработаю, загружу все видеоролики, много чего напишем и в итоге опять нет. А это славян работает. Ничего необычного, с видом на море, петухи ходят, кошки, собаки здесь еще, дети играют в море там на пляжике, а Слава как всегда монтирует видео. Я думаю, надо во влог добавлять больше каких-то жизненных моментов, которые всегда Славик забывают показывать. Надо, наверное, доснимать их мне, потому что это очень интересно. Мальчишки бегали, бегали, игрались, там устали, пришли, говорит, папа, кушать, кушать, кушать. Так, я вон сегодня купил гранатики, сейчас мы их почистим. Так, это на ужин. Закрываем. Во, вон и Мирошка поспал. Ты выспался? Сын, выспался, маленький мой, выспался, синишка, выспался, молодец. Папа, мне не можно одеть хоть. Папа. Наш любимый фрукт на все случаи жизни. Да, Артём? Самый полезный, самый лучший. Даже Мирошенька заценил, да, Мирошенька? Да, моя янька, аккуратненько ягодку, раздавливай. Вот такое количество получилось из двух гранатов. Налетайте, парни. Да, еще налетайте. Как я вам здесь козев тетя Кусер? Да. Мне было вкусненько. На, Мироша, объедайся. О, вот это подфортило, еще дали. Спасибо. Хоть не шаурма, а с колой, это уже хорошо, да? Хоть, 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 как вкусно. Вкусно? Да. Сынок. Так, у нас первая стирка готова. Даже далее тазик. Мы сейчас все развешиваем. К утру все будет сухое, утром запустим вторую стирку. А, вот, так это с бельем уже закинем. А будем бельем, что ли? Ну, а что нет? Утром. Ну, у нас же две стирки, да, можно. А, прикольно, короче, собачку вот эту подобрали в Грузии, и ребята подобрали, издание они, и назвали его в честь Грузии, ну, по грузинским блюдам, хачапури. Прикольно, нужно готовить ужин, поэтому комп мы закрываем. У нас сейчас такой был шикарнейший закат. Я поставил камеру, снимая, там, властик будет очень, очень крутой. Чуть позже вам его включу. На ужин у нас голень, я уже говорил, и макароны. Пока закипает вода и маринуется курица, пойдем на пляж. Я сегодня первый раз вообще спускаюсь на пляж. Настя, по-моему, тоже только к вечеру, представляете? Здесь уже пусто. Сюда приходит буквально несколько человек из ближайших отелей. Справа пляжи именно отельные. Это тоже отельные, но их, видите, просто при отеле кейтонизировали. Там еще дальше что-то, рыбаки. Лежаки. Короче, все кайфуют, видите? Как здорово. Красота. Море, наверное, теплое, теплое, теплое. Мирошка, довольный. Все теплое? Уху-ху-ху-ху-ху-ху! Погоди с пяточками, чтоб море не закрыл наши банки. Да. Мы проиграли. Море теплее, на улице находиться. Ну да. Извини. И вот так вот, получается, мы стоим на пригорке. Видите, вот вторые перила. Здорово. Пстота, никого. Недавно вот Махмутларе, да, показывал вам, какие пляжи там, как все забито. Людей действительно много. И пляжи бетонные. Здесь вот красота. Не понимаю, что все так вцепились в этот Махмутлар. Вот здесь есть кухня. Невал, конечно, шикарная, но в целом чистая, аккуратная. Есть холодильник и самое главное, есть газ, который на минуточку в туристических баллониках здесь дорогой. Вот, поэтому готовим здесь. Здорово. Вот наша курочка, вот наши макарончики и наш чайничек. Посуда, конечно, своя. Ужин готов. Все, по красоте накладываем и будем ужинать. Мироша, сколько тебе годиков? Один? Один. Один, правильно, мое солнышко. Сейчас всех по именам назвал совостоятельно. Еще играй с ку-ку. Но вам, как я и обещал, включают таймлапс, а нам спокойной ночи. У нас прекрасное утро. Мы уже позавтракали. На самом деле, вообще не хотелось брать в руки камеру с утра. Прям такой, знаете, отдых. Мои там где-то на пляже тусуются. Вон они. Пляж пустой. Там вот один человек плавает. Здесь вот еще люди отдыхают. И по сути все. С таким красивым видом дымовая посуду. И буду упаковывать машину. Вчерашняя стирка уже высохла. Еще вчера, кстати, она высохла. Мы просто ничего не убрали. А сегодня утром закинули вторую часть вещей. Сейчас тоже постирается, высохнет и поедем. Пока грузится выпуск на YouTube. Настенка уложила Мирончика. Мальчишки там играют. Ждем вторую пачку стирки. Я решил заняться уборкой в машине. Привезти здесь все в порядке. Промыть все полы. Промыть все стенки. Освежить ее, так сказать. Давно это не делали. Но это очень-очень нужно. Видите, кстати, здесь пролет получается. Огромный. Это если сдвинуть сидушки. Вот, кстати, здесь прачка. Дают порошок. Нам осталось еще пять минуточек. Окей. Еще хочу рассказать насчет интернета. Смотрите, у меня стоит Туркцел. У Настеньки стоит Туртелеком. Туртелеком он подешевле. Но интернет медленнее. Наверное, в раза три. Потому что у меня стоит на YouTube грузится видео. У Настеньки час, наверное, грузилось. 50%. Я сейчас подключил свой. Мне сразу прям полетел. Мы уезжаем, а сюда вот заходит автодом. Большой такой. А мы поехали решать ряд вопросов. Все, что мы хотели сделать, мы сделали. И это очень хорошо. Не очень много. Надо снова обналивать. Мы приехали в Манавгат. Здесь есть аутлет. Вот такой вот торговый центр. Большой. Так, здесь есть Мигрос. Мы хотим вообще в Мигрос зайти, купить продукты и потом поехать в кемпинг. Но очень важно, что хотим есть, поэтому еще поедим. Давненько мы не заходили в другой центр. Посмотрите, снизу какая-то ярмарка проходит. Всякие вкусняшки, вкусняшки. Куча-куча всяких запрещенок. Вы поняли, да, про что это? Ну, а здесь все есть. Анидасы и прочее, прочее. Ладно, надо найти еду, еду. Конечно, мы приехали сразу на последний этаж. Вон, кстати, наш табук. Это, или как он называется? Вот эта кафешка. Мы в этой кафе ели в Макпупларе. Прям клево, ценненький, прям нормальный. Сейчас уже по 90 лир эти штуки. А были по 40. А вон, 79, 89. Да, раньше вот такая тарелка стоила по 40. Ладно, сейчас посмотрим. А вот, 30 лир черный, вот куриный. Да, возьмем. Суп и две тарелки. Давай две такие же тарелки. Четыре супа и две тарелки. Лайфхак, как в турецком заведении заказывать. Скачивайте Google-переводчик, наводите камеру, и он все дело переводит. Принесли четыре супа нам. Четыре таких хлеба. Так, ну это ладно, суп-то ладно. Сейчас принесут нам эти тарелки. Как они, табука? Я покажу, как они выглядят, но они огромные. Просто тарелка с размером стола. Вообще зрелиндец. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Что, Тёма, недовольный? Ты будешь надоест. Сейчас будешь объедаться. Так, любимая рубрика, 302 лиры. Мы, в общем, едем в кемпинг, и хочу показать вам сочетание, смотрите, справа сосны, слева пальмы. То есть, сочетание Сочи и Геленджика. Вообще, да? Классная природа. Ну, как так-то? Такой, короче, здесь видно, что классный кемпинг. У них, смотрите, даже такой въезд есть. Такая табличка. В итоге зашел, охранник говорит мне, кемпинг переполнен. Вот так вот. Очень хотелось, конечно, именно в этом кемпинге побыть. Кемпинг занят, занят. Я прям под расстроился. Но мы сейчас решили просто попить чай с теми конфетками, которые купили в Мегросе. Рахат Лукум, да, конфетками. У меня все, голова не варит. Приехали на соседнюю парковку. Она бесплатная. Вот можно вот так вот, видите, стоять прямо на пляже. Здесь есть парочку автодомов. Ребята стоят, турецкие. Дальше есть еще парковка, но там платная 100 лир. Можно, в принципе, туда стоять. Просто не нравится, что все под открытым солнцем. Сезон во все. Чай попили. Рахат Лукум поели. И едем дальше. Мы сейчас едем к ребятам, к знакомым из Анапы. У них тоже есть ребенок. Начинающие серферы они даже. Вот так вот. И... Ой, видишь, как здесь печально? Ну вот, я вот и думаю. Так, сейчас. Очень стрёмный торчит камень. И я прям... Ой, машину стаскивает прям. Ненавижу такие места. Фух, проехали. Короче, они границу переходили аж 5 дней, прикиньте. С ребенком. Просто жесть. Кое-как, короче, мы их нашли. Ой-ой-ой, здесь пески. Они спрятались. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, не зарыться бы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Вот у них их автодомы, да? Да, вот стоят. Их автодомцы? А? Вот это их автодом, да? Да. Да. Эй. Привет. Дело к закату. Переставил машину. Нужно первым делом сейчас постелиться. Единственное, что сегодня не решили вопрос с матрасом. Значит, отложим его на завтра. Хочу заехать все-таки на шиномонтаж, чтобы его заклеили. Сегодня в двух шиномонтажах был. В одном была очередь, а в другом почему-то никого не было. Сейчас постелимся и надо сегодня еще пораньше спать, лечь, потому что очень хочется выспаться. В магазине забыли набрать воду, поэтому иду за водой. Здесь вообще вот говорят, что питьевая, ребята говорят. Вроде они пьют. Сейчас попробуем. Ой, прям вот это что ли? Решили мы сегодня остаться здесь, пообщаться, поболтать. Уже, конечно, часа два остаемся и болтаем. Только сейчас поняли, что останемся. Ну, естественно, маленькому Севе компания такая. Короче, пусть дети играются. Кто впервые попал в наш канал, покажу, как у нас все это дело устроено. Вот у нас, видите, получается огромная-огромная кровать. Чемоданы мы используем в виде полки. Это чемодан-шкаф, мы сюда одежду складываем. А это чемодан, это мой рабочий стол. Я сюда вечером, когда прохладные улицы, ставлю компьютер. Сажусь на био, немножко отодвигаю. Здесь есть запас. Собственно, биотуалет у нас тоже стоит в машине. Недавно поступил вопрос, воняет-не воняет. В машине нет, ничего не пахнет. Пользуемся специальными средствами. Часть вещей мы убираем вперед. Это, например, коляска и там пару ведер с мыльнорыльными. Закрываем здесь все ширмочкой. Здесь у нас выдвигаются шторки, ну вот, да, как образец. И все, очень комфортно спим. Вот так вот, паркуемся где хотим, как говорится. Вот с таким вот прекрасным видом. У нас ведь закат уже был. А у ребят прям такой домик они сделали на базе Ford Transit. Вот катают, возят своего постоянно доску. Вот такой вот видеоролик у нас с вами получился. Такое вот путешествие, такие задачки с вами порешали. Надеюсь, вам понравился. Мы сейчас уже стоим в другом месте. Такой небольшой спойлер. Здесь очень красивый вид, но об этом вы узнаете, где и как и что, в следующих видеороликах. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, если еще этого не делали. Так вам будут приходить уведомления, что вышел новый выпуск. Обязательно подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте, на Яндекс.Зен. Там наше путешествие происходит гораздо быстрее. Есть посты, статьи и так далее и тому подобное. Ссылочки все есть в описании. Также в описании найдете очень важные ссылочки для того, чтобы экономить, совершать выгодные покупки. Есть все там. Я буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok